Вечер во Владимире продолжает свою работу. Напоминаю, мы в прямом эфире, поэтому если будут вопросы, звоните. Телефон прежний 44 40 47. Узнаем, как отмечает День города областная библиотека для детей и молодежи. У нас в гостях заведующее отделением областной библиотеки для детей и молодежи Анастасия Королёва. Здравствуйте, Анастасия. Добрый вечер. Итак, 26 августа. 1027 лет исполняется городу Владимиру. Ну, как мы говорили об этом до эфира, что вопрос спорный. Но, тем не менее, 1027 лет отмечаем. Как будет отмечать этот праздник областная библиотека для детей и молодежи? Что подготовили рассказывать? Да, уже второй год подряд в День города мы проводим фестиваль в поддержку здорового образа жизни, который называется «Яркий мир». Но это непростой фестиваль. Там у нас проходит несколько площадок, которые позволяют гостям Дня города увидеть или узнать различные способы организации своего досуга. Это главная его задача. Ну и, конечно, главная наша цель – это популяризация чтения, литературы, библиотеки, ну и здоровый образ жизни, конечно. Начнется все у нас с самого раннего утра. Уже в 10 часов мы развернем огромную раскраску, которую каждый проходящий сможет раскрасить. Раскраска будет размером 9 метров, 9 на 2. И мы попытаемся сделать наш Владимир ярким и красивым на этой раскраске. Чем надо будет красить? Приносить какие-то фломастеры, краски, карандаши с собой? Все будет предоставлено? Нет, конечно, все будет предоставлено. Но если вдруг кто-то захочет с собой что-то принести, пожалуйста, с удовольствием. Это что, предполагаете, как это будет рисунок, какие-то поздравления, вообще чего ждете? Ну, конечно, да. Это будет рисунок в первую очередь, ну и поздравления обязательно нашему любимому городу. Сама эта растяжка где будет стоять? Она будет находиться недалеко от старой аптеки, на улице Георгиевской. И вообще наш фестиваль в этом году пройдет на улице Георгиевская, перед старой аптекой и на двух смотровых площадках улицы Георгиевской. Ну, как я понимаю, раз здоровый образ жизни, значит и встать нужно пораньше для того, чтобы первым нарисовать, первым оставить свой мазок на этой картине. А куда потом эту картину? Вот это загадка. Посмотрим, как у нас получится. Ну, конечно, мы ее и в библиотеке будем экспонировать, и где-то еще показывать. Это почти наверняка. Что еще будет? Еще у нас предстоит большое мероприятие. Мы будем презентовать книгу, которая вышла совсем недавно. Называется она «Русский город Владимир». Автор ее Ольга Колпакова, екатеринбургская писательница. Она приедет представлять эту книгу сама, познакомиться с читателями, расскажет о своем творчестве, о том, как эта книга создавалась. У нее такая история интересная. Ольга сначала приезжала в Владимир, встречалась и с нашими владимирскими краеведами, и со специалистами музея-заповедника Владимира Суздальского, и с читателями с нашими встречалась. А потом написала эту книгу, которая вышла совсем недавно. То есть, по сути, взгляд не жителя города Владимира на сам город? Да. Кроме того, и художник этой книги, он не из Владимира. То есть, это такая работа команды «Взгляд со стороны», скажем так. А после этой встречи мы проведем квест семейный. Ждем молодых родителей с детьми, или, может быть, бабушек, дедушек со своими внуками, или даже тетей, дядь со своими племянниками. Наличие ребенка, как я понимаю, обязательно? Наличие ребенка обязательно, да. Ребенок, причем, может быть разного возраста, даже 15-летний, ничего страшного. Самый маленький возраст, нижний порог. Ну, то есть, во-первых, нужно прочитать эту книгу? Нет, нет, не обязательно. Будет квест по городу, все участники получат задания, и они должны будут пройтись по городу. И, может быть, для себя они что-то новое узнают, но ответы на все задания они смогут увидеть на улицах. С какого возраста можно принимать участие? То есть, насколько велик должен быть ребенок для того, чтобы поучаствовать в этом квесте? Квест семейный, поэтому задания для разного возраста от 5 лет вполне возможно уже с родителями или с бабушками и дедушками. Ну, уже задания известны. Насколько сложные задания? Задания, на мой взгляд, абсолютно несложные. Главное – желание победить. Что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в этом квесте? Каким-то образом заранее записываться? Нет, заранее не записываемся. Просто нужно прийти на библиотечную площадку, на большую смотровую площадку, там, где светящийся шар, в 2 часа дня. И пообщаться с писателем, получить задание и отправиться на маршрут. Писатель будет там же, да? То есть, в это время будет представление книги. То есть, в начале, в 2 часа можно сначала будет послушать представление о этой книге, да? Она расскажет о книге. А, кстати, купить эту книгу... Вот с тем, чтобы купить эту книгу, есть небольшая проблема. Весь тираж продан в интернет-магазин, и поэтому заранее купить эту книгу не получится. Но зато эту книгу можно выиграть, пройдя первым этот квест и выполнив все задания. Если кто-то очень хочет ее прочитать, я думаю, что в областной библиотеке детей и молодежи она есть. Это обязательно, конечно. Конечно. Что еще? Значит, квест можно будет пройти с 2 часов. Количество будет ограничено или могут участвовать все те, кто придет, кто запишется? Могут участвовать все те, кто придет и кто запишется. Если вдруг кто-то не сможет прийти к нам в субботу в 2 часа, то мы ждем в воскресенье в 11 часов на библиотечной площадке на сельскохозяйственной выставке. Там также пройдет такой же квест и тоже встреча с автором. А, если не получится пройти в первый день, не удастся выиграть, можно сделать это во второй? Ну, можно попробовать, конечно. Но по опыту это сделать довольно-таки сложно. Даже пройдя во второй раз этот квест, я же не скажу вам правильный ответ. Дорогие телезрители, хотите получить книгу, хотите поучаствовать в интересном, занимательном квесте, ну, как я понимаю, на знание города, да, по сути, если у вас есть дети, неважно, родные, племянники, кто угодно, берите их в охапку и в 2 часа дня на большой смотровой площадке. Да. Что еще интересного для тех, кто не хочет участвовать в квесте, или, возможно, у них нет детей, или дети выросли, или дети не хотят участвовать? Для таких странных людей мы подготовили 5 площадок, на которых пройдут самые разные мероприятия. Ну, во-первых, первая площадка – это библиотечная. Там будет, возможно, записаться в нашу библиотеку, получить доступ к электронным библиотекам, которые использует наша библиотека для детей и молодежи. Там же будет работать открытый микрофон, где можно почитать стихи или произведения своих любимых авторов. Там же можно будет выиграть призы от библиотеки, это обязательно. Кроме того, в 7 часов у нас пройдет комикс-оворот. Все любители комиксов придут со своим каким-то комиксом и попробуют обменяться ими. Может быть, что-то найдется интересное в коллекции у других участников встречи. В 4 часа у нас начнет работу площадка мастер-классов. Это тоже обязательное мероприятие, которое мы всегда стараемся проводить. Мастер-классы будут самые разные. Начиная от паперкрафта и ибру – это рисование на воде. Объясняйте, да. Ну, паперкрафт примерно понятно, но, тем не менее, я думаю, что не все знают. Ибру – это рисование на воде. Квилинг – будем сделать огромную-огромную надпись «Яркий мир». Кроме того, это, конечно, оригамия, ну и так далее. Рукоделие – самые разные. Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатно. Вход абсолютно свободен. Здесь мы работаем для жителей города и читателей наших. Рядом будет проводиться спортивная площадка. Там пройдут у нас мастер-классы по ирландским танцам, школы ирландских танцев «Солос». И мастер-класс по хип-хопу в студии танца «Не ангела». Кроме того, у нас еще поддерживает спортивный клуб World Gym. Он тоже проведет несколько тренировок под открытым воздухом и реально покажет, что значит здоровый образ жизни. А вообще очень интересный фьюжн – ирландские танцы и хип-хоп. Я думаю, что если это будет практически одновременно, будет очень интересно. Я тоже в этом уверена. Недалеко, опять же, у нас будет организована площадка художественная. Там мы ее организуем совместно с группой «Артсубъект». Там у нас пройдут пленэр на Георгиевской. Там у нас пройдут лекции, которые прочитают известные владимирские художники в разных направлениях. Но они все объединены к любовью к искусству и к творчеству. И выставка работ владимирских художников и молодых, и уже более опытных и известных. И самое шумное, наверное, наше действие будет происходить на музыкальной площадке. С пяти часов там начнется концерт. Но не просто концерт, а рок-концерт известных владимирских, московских и даже одной группы из Лакинска. Областная библиотека для детей и молодежи и рок-концерт, ирландские танцы, ворд-джим. Ну, действительно, это так. Очень интересно, что же у нас получится. Мы очень постарались, чтобы это было действительно интересно. Программа «Дня города» настолько обширна и разнообразна, что найти что-то новенькое и что-то новенькое представить очень было сложно. Но мы постарались это сделать. Что будет такого, чего не было в прошлом году, что совершенно новое? Мне кажется, практически все. Единственное, мы повторили библиотечную площадку, потому что мы сами даже не думали, насколько большим спросом она будет пользоваться. Потому что люди приходили, брали книги, которые мы туда приносили. В этом году мы тоже принесем книги, которые оказались ненужными кому-то, но, может быть, будут полезными для других людей. Эту площадку мы повторяем. Все остальные действия, они абсолютно новые. То есть нашим Владимирцам и гостям города будет чему удивляться и чем заняться совершенно новым. Настя, буквально минуты остается. У вас есть возможность еще раз пригласить гостей и жителей города Владимира. Ну и, конечно, поздравить с предстоящим Днем города. Да, конечно, поздравляем всех жителей нашего города с предстоящим праздником и приглашаем всех на фестиваль «Яркий мир», который пройдет на улице Георгиевская. Начнется все с самого раннего утра, с 10 часов утра. В 2 часа начнет работу библиотечная площадка и пройдет квест по книге «Русский город Владимир». В 5 часов начнут работы спортивная, музыкальная и художественная площадка. А в 4 часа мы вас ждем на площадке мастер-класса. Также у вас будет возможность записаться в областную библиотеку для детей и молодежи, да? Это обязательно. Ну, ждем всех, независимо от того, являются они читателями или нет. Конечно. Напоминаю, наши гости сегодня заведующие отделением областной библиотеки для детей и молодежи Анастасия Королева. Анастасия, спасибо вам большое. Но и это еще не все, чем вам можно заняться на дне города. Буквально через несколько минут узнаете о новых площадках. Не переключайтесь. Спасибо.